Всем привет! Это очередное видео об истинном предназначении вещей, которые каждый день нас окружают. Оказалось, что мы еще не обо всем вам рассказали. Вот, например, вы знали, для чего изначально использовали подушку? Или как была придумана всеми любимая пузырчатая пленка? А видели обувь, которая просто висит на проводах? Причем непонятно, как она там появилась и зачем? На эти и некоторые другие вопросы мы и попробуем ответить в этом видео. Поехали! Высокие каблуки Представьте себе светский вечер. Все красивые и нарядные. Что обязательно оденет любая женщина на подобное мероприятие? Конечно же, вечернее платье и элегантные туфли на высоком каблуке. Так вот, оказывается, что подобная обувь изначально предназначалась вовсе не для женщин. Первые высокие каблуки появились у персидских солдат в 16 веке. Естественно, они не были предназначены для прогулок, а их целью было обеспечить кавалеристам большую устойчивость при стрельбе из лука во время верховой езды. Высокие каблуки попали в Европу в 17 веке. Тогда их носили только люди из высшего общества. Вскоре моду переняли женщины. При этом высокие каблуки на обуви делали их более изящными и тонкими. Пузырчатая пленка Сегодня пузырчатая пленка используется для защиты хрупких предметов во время их транспортировки. Однако изначально она имела совершенно иное предназначение. Пузырчатая пленка была изобретена в 1957 году, когда Альфред Филдинг и Марк Шабан пытались изобрести новый материал для обоев, которые можно легко чистить. Позже маркетолог Фредерик Бауэрс посоветовал пузырчатую пленку компании IBM в качестве упаковки для компьютеров IBM 1401. Тогда компьютерная корпорация выкупила идею, и начала использовать пузырчатую пленку для обертки своих компьютеров во время транспортировки. Кока-кола Все мы хоть раз пробовали знаменитый напиток Кока-колы, который можно найти в любом продуктовом магазине. Однако изначально это лакомство было изобретено вовсе не для утоления жажды. Кока-кола была изобретена Джоном Пембертоном, фармацевтом и ветераном гражданской войны в США, который был ранен в битве при Колумбусе. Чтобы заглушить боль от ран, Пембертон пользовался морфием, и со временем, как и многие другие раненые солдаты, пристрастился к этому наркотику. Проблема морфиновой наркомании после гражданской войны в США стала настолько серьезной, что ее называли болезнью армии. В поисках лечения от своего пристрастия он изобрел напиток под названием французское кока-вино Пембертона, основными ингредиентами которого являлись алкоголь, орехи Кока и Кола, из которых делают кокаин. Пембертон перестал использовать алкоголь в своем вине в 1886 году, когда новое законодательство ограничило продажу спиртного. Он создал новый безалкогольный напиток, сделанный из смеси тростникового сахара, листьев коки и орехов колы, и начал продавать его в качестве лекарства для морфиновых наркоманов. Пембертон создал компанию по производству этого напитка, но позже продал свои акции, и уже новые владельцы переименовали напиток в известную всему миру Кока-Колу. Подушка Оказывается, подушка была изобретена не для удобства, а для того, чтобы насекомые не заползали в нос, уши и рот людей, пока те спят. Впервые подушки использовались на территории современного Ирака более 9 тысяч лет назад. Тогда их вырезали из камня. Также подобные подушки использовали древние египтяне. Африканцы считали, что если спать на подушке, то можно во сне пообщаться со своими предками. Японские гейши использовали небольшие жесткие подушки так, чтобы их вычурные прически не растрепались во время сна. В Европе же подушки считались символом слабости, поэтому мужчины использовали их редко. Но со временем они плотно вошли в нашу жизнь, и сегодня редко где можно встретить кровать без такой ее неотъемлемой части, как подушка. Что на самом деле являлось первым галстуком, довольно спорный вопрос. Одни историки утверждают, что это был платок, который носили, чтобы не мерзла шея. Другие уверены, что это был специальный предмет одежды, который носили хорватские солдаты во время 30-летней войны, чтобы различать друг друга на поле боя. После войны французские солдаты привезли моду на галстук в Париж, где он стал популярным среди высшего общества. Изначально галстук считался мужской одеждой, но в 20-е и 30-е годы прошлого века его начали носить актрисы. Свою нынешнюю форму галстуки приобрели в 1924 году, когда Джесси Лангсдорф запатентовал метод, с помощью которого делают большинство современных галстуков. Обувь на проводах Если вы хоть раз видели болтающуюся пару кроссовок на проводах и не понимали, что они там делают, то слушайте внимательно. Называется это шуфити, происходит от английских слов шу и граффити и переводится как обувное граффити. Однако мнений по поводу происхождения данного искусства много, и все они очень разные. Рассмотрим хотя бы некоторые из них. Если вы увидите болтающийся на кабелях кеды где-нибудь в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, знайте, в ближайшем доме хозяева торгуют наркотиками. По цвету и фасону обуви определяется, чем именно можно поживиться. Некоторые поклонники шуфити искренне верят в то, что заброшенные на провода кеды могут пригодиться в будущем, например, в следующей жизни. Согласно поверью, когда человек умирает, рано или поздно его дух возвращается на землю матушку. Правда, ходить он уже будет не по земле, а над землей. Для этого-то ему и понадобятся ботинки. Кстати, эта версия вполне объясняет то, почему многие кеды висят на проводах в отличном состоянии. Кому охота разгуливать в стоптанных кроссовках, даже после смерти? Ты и мертв. Это что, шутка? Есть и другие, менее экзотические версии появления шуфити. Например, в некоторых городах бытует мнение, что свисающие с дерева кеды символизируют трагическую смерть их владельца. Иногда ботинки закидывают подростки для того, чтобы показать банде из соседнего двора, где начинается их территория. Хулиганы же забрасывают связанную шнурками обувь так, чтобы замкнуло два провода. Тогда получается импровизированный фермер. А в Новой Зеландии метание ботинок даже стало ежегодным соревнованием. Так что если увидели обувь на проводах, то история их появления может быть абсолютно разной. От простой хулиганской выходки по велению современной тенденции до высокого религиозного обряда. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. И не забудьте подписаться. Моя мастерская, твое настроение.